Стравинский и Шонберг стали таким олицетворением двух позиций в музыке XX века, совершенно несовместимых и к тому же даже, так сказать, очень воинственно направленных друг против друга. Ну, во многом причина здесь, конечно, в том, что здесь очень постаралась публика в широком смысле слова, я имею в виду прежде всего критиков, потому что это отношение, взаимоотношения или взаимоотталкивание, оно оформилось, здесь есть даже такая точка хронологическая, 1925 год. До этого всё было более-менее, так сказать, в рамках нормальных, и даже более того, сочинения, которые появились у Стравинского, соответственно, он ведь был моложе Шонберга на 8 лет, но это не совсем следующее поколение, но всё-таки такая разница довольно заметная в те времена. И вот Шонберг уже в 900-е годы был фигурой в России известной, потом он приезжал, дирижировал, сам произвёл совершенно исключительное впечатление на публику, я имею в виду такую тоже просвещенную публику, но он играл ранее, конечно, сочинения, других тогда не было ещё. Это была симфоническая поэм Пелия с Мелизандой и тому подобное. Но я сейчас не буду эту всю историю рассказывать, скажу только, что с Стравинским установился контакт, хотя и не очень такой интенсивный, но очень такой дружественный, потому что когда Шонберг Стравинский был в Берлине, но это было с Дягилевской антрепризой связано, это были, так сказать, вот такие очень события важные для европейской культуры, то он познакомился со всей троицей, как он потом говорил, даже была такая, как бы своего рода вечеря в присутствии будущей вот этой троицы новой музыки 20 века. Он, правда, не очень всё это помнит, но Шонберг он запомнил. И очень восхитился его Луном Пьеро, это известно, он многократно это повторял и, к тому же, назвал даже это сочинение таким солнечным сплетением музыки 20 века, то есть отношение его было совершенно такое вот восхищённое. Более того, это сказалось его творчестве в его собственной музыке. Это японские стихотворения, где тоже состав даже немножко похож на Луном Пьеро, и заразил он, кстати, этим интересом ещё и своих друзей французских, Равеля, который написал тоже похожий цикл, Мориса Деляжа. Вот, всё это пошло как бы, ну это нормальная такая вот ситуация. Они-то совершенно не были никакими антагонистами в это время. Более того, в 19-м году, когда Шонберг и его ученики устроили вот этот самый цикл закрытых музыкальных исполнений, это была очень интересная такая, как сказать, антреприза, но я про неё не буду рассказывать, иначе это будет очень долго, вот, и туда Шонберг просто пригласил Стравинского, и, как выяснилось, Стравинский среди вот его кругу имел очень большой успех, о чём можно судить по письму Веберна Бергу, Антона Фон Веберна Альбана Бергу, где он совершенно с таким вот восхищением невероятным отзывается о его двух циклах, которые там были исполнены. Это «Прибаутки» на русские народные тексты и «Кошачьи колыбельные песни» тоже на русские тексты. И там, конечно, исполнялось это в французских переводах, которые сделал Рамю, Шарф, Динат Рамю. И Веберн писал, что это реализм, как он выразился, ну, то есть, как бы это такие жизнеподобные какие-то ситуации, интонационный язык, можно его расшифровать, реализм, который переходит в метафизическое. То есть, как звучат эти три кларнета. Три кларнета – это в «Кошачьих колыбельных». То есть, это было какое-то такое сближение взаимопонимания, что случилось потом. А потом случилось, что Стравинский стал, ну, как мы все знаем, изменил свою манеру и стал тем, кем он стал потом. Неоклассиком. Он обратился к моделям музыки даже не классической, а доклассической, барочной. Это, прежде всего, бах, как он говорил, хотя, ну, это вопрос такой сложный. Вот. И вот эту вот Шонберг совершенно не вынес, поскольку его отношение к классике было абсолютно другим. Он же, те, кто знают, знают, но те, кто не знают, я скажу, он к классике относился как к абсолютной ценности. Он совершенно не стремился делать из своих учеников, в частности, революционерам, революционеры. И он не преподавал никакую додокофонию, он учил на классике. Это был Бах, Бетховен, Брамс, эти три Б, ну, там разные еще бывают варианты. Вот. И, так сказать, вот для него отношение к классике было связано с совершенно другими вещами. Оно было такое священное. И вот тут есть очень интересный один пример, который, опять-таки, музыканты могут это вспомнить. У него есть такая сюита, опус 25, одно из первых его, для фортепиано, одно из первых его додокофонных, собственно, сочинений, где, по сути, перед нами, если посмотреть на состав частей и даже на письмо, на фактуру фортепианную, то, простите, чем это не Стравинский? Это старинные жанры, которые соблюдаются, кстати, совершенно, так сказать, честно. Это только, ну, как бы другой интенсионный материал. Это то, чего Стравинский не мог, так сказать, себе позволить, потому что он, как бы, опорочался... У него был другой путь, но об этом тоже не буду сейчас говорить. Вот это он не вынес, особенно, когда он прочитал одно интервью Стравинского, который стал в начале 20-х годов, он же был просто такой законодатель музыкальной моды, Парижа. А Шонберг как-то чувствовал себя в этой ситуации ущемленным. Он, ну, у него такой был характер. Вот, и когда он прочитал по поводу, как Стравинский высказывается, по поводу своего фортепианного концерта нового, который написал в 24-м году, была премьера, что, ну, вот эта часть в виде большой пасакалий или чеконы, сказал он. И тут он, конечно, никак не мог вынести. Он написал, что ему надо вообще еще поучиться сначала в музыкальной школе, там, на каких-то таких, что он вообще не различает ни того, ни другого, что не знает вообще, что такое фуга, не знает, что... Вообще, что такое музыкальная форма, вот, с которыми он так вот, как бы, бросается этими словами. Есть очень язвительные... Это все было пока на уровне совершенно непубличном, потому что вот он оставил эти маргиналии, как говорится, в газете, где было это интервью, и уже стал, конечно, на него смотреть совершенно иначе. При том, что это ведь Стравинский был не один, за ним пошли многие, ведь это 20-е годы, это и Хиндемид, это другие композиторы, и французские, которые тоже пошли в сторону вот этого якобы воскрешения прошлого, вот, и которые, конечно, в этом отношении, так сказать, были абсолютно Шонбергу против шерсти, что тут говорить. Ну вот, и в 25-м году, который я уже поминала, значит, случилась действительно такая, ну, не то что конфронтация, но просто их какое-то свидание, о котором Стравинский вспоминает, что они вроде там друг друга не видели, но это трудно себе представить. Во всяком случае, именно там была такая вот, как бы, может быть, и заглазная, но до некоторой степени стычка, потому что это был фестиваль Венеции, будущее венецианской биеннале, ну, тогда это просто называлось фестиваль современной музыки, который проводило Международное общество современной музыки, вот, и где Шонберг как раз выступал со своей серенадой, которую частично мы сейчас слышали, где он тщательно, естественно, работал на репетиции, Стравинский играл свою новую фортепианную сонату. Это вот те самые бахизмы с фальшивизмами, как выражался Прокофьев, просто в чистом виде, то есть как бы бах, открывается там как бы инвенция, бах, начинается, но всё не то. Ну, это, если коротко говорить, это был метод как раз Стравинского, то есть, совсем если сказать примитивно, то взять как бы чужой, ну, как бы материал, чужую манеру, чужие формы, сделать всё наоборот, не так, как там в оригинале. То есть это не метод Шонберга. Всё видите, опус-25, например. Вот он играл эту самую сонату, и когда Шонберг, он там, видимо, был в публике, он встал и вышел, демонстративно вышел из зала, сонату не дослушал, но это, конечно, не осталось незамеченным. И после этого, вероятно, с этим связано ещё дальнейшее интервью Стравинского, когда он говорит, что вот я не композитор, я не пишу музыку будущего, он не сказал, я не новата, он сказал, я не модернист. Вот это его позиция. Я не модернист. Это говорил автор Весны Священной. Так, на минуточку. Я не модернист, я не пишу новую музыку. И те, кто вот, он так намекает, не называя имён, имён там вообще не очень называли, именно, вот он говорит, что вот те, кто, так сказать, стремятся к этому, к музыке, к будущему, они вот в этом отношении, они от меня очень далеки. Это явный был, конечно, кивок в сторону Шонберга, который намёк этот был понят вполне, и что, так сказать, кульминацией этого, так сказать, конфликта, можно сказать, который пока имел вполне, ну, так сказать, всё-таки эстетические, художественные формы, была история с сочинением Шонберга, которое называется «Три сатиры» для хора. Вот, где и одна из трёх сатир, которая называется «Многосторонность», она прямо представляет собой, как Стравинская сказала, написал гадкую сатиру на меня. Вот, где текст, ну, он известен, кто там стучит на барабане, это маленький, модернский. Всем было ясно, кто это. Кстати, они оба были ростом чуть выше, чем я, и тот, и другой. Вот, так что тут были ещё некоторые, наверное, счёты, кто там, как. И, ну, дальше Стравинский пишет, «Но я, тем не менее, почти простил его за то, что он положил эти слова в основу такого замечательного зеркального канона». Вот, этот зеркальный канон там есть действительно, но канона ему не простил другой человек. Это был будущий автор книги, которая сделала основную погоду, в общем-то, в отношении Стравинского и Шонберга. Это Теодор Адорно. Адорно, Визенгрунт Адорно, который в это время как раз был очень этими сатирами, вот так, неприятно поражён. Я тут даже в письме Бергу он писал следующим образом. Он считал, что это всё вообще неудачно, но это действительно, прямо скажем, сочинение, не имеющее, так можно даже честно сказать, не имеющее художественной ценности большой, начиная с текста и кончая, собственно, выполнением. Вот, он писал, что о сатире, это он пишет Бергу, Альбану Бергу, разве не хватило бы и в самом деле предисловия, там была ещё большая такая речь в начале, вот, развернутого и напечатанного в Анбрух, ну, это журнал. Но всё это нужно было ещё и положить на музыку, продлив девятнадцатый век на целую вечность. То есть, он там. Разве после тефтонского палистрины нам требуется ещё и еврейский? И что это за юмор? И кто здесь будет смеяться? Для кого вообще это написано? Если Шонберг правильно считает, что сегодняшний объективизм никуда не годится и реакционен, то он должен писать музыку лучше, чем этот последний. И во всяком случае, вести литературную полемику, но не путать композицию с рассуждениями. Ну, тут ещё два немецких слова, это не совсем даже, ну, такое как бы действие с неким созерцанием. И не создавать детских поделок. Если им движет, так сказать, как заслуженная даже обида, ну и что? Он должен был справиться с ней иначе. Всё это постыдно. Это человек, значит, 25-й год, который через 20, даже немножко больше лет, выпустит книгу, которая называлась «Философия новой музыки», и которая, собственно говоря, сыграла ключевую роль в самой вот этой постановке проблемы «Стравинский versus Шонберг». Белый раз, сыграла ключевую роль, которая приведет к этим если неمر, ints…